Открытый телеканал представляет Копия Марине было всего семь лет, но она уже слыла ужасной гордячкой. Она высокомерно относилась ко всем окружающим, к одноклассникам, к соседям и даже к собственной маме. Марина относилась хорошо лишь к одному единственному человеку, к себе самой. А зачем мне другие? Я все равно лучше всех. У нее не было подружек, ее не интересовали игры. Целый день она сидела в комнате и смотрела на себя в зеркало. И ей не надоедало. Мама постоянно уговаривала ее выйти на улицу, поиграть с другими детьми, но в ответ она слышала всегда одно и то же. Пусть другие играют в куклы и догонялки, а мне никто не нужен. Как-то раз Марина вернулась из школы, бросила на пол портфель и принялась за свое любимое дело – любоваться собой. Она улыбнулась себе в зеркало и приветливо помахала рукой. Отражение ответило тем же. «Мариночка!» – позвала мама. «Подойди ко мне, пожалуйста. Мне нужна твоя помощь». Девочка не отозвалась. Ей было некогда. Она любовалась собой. И тут случилось неожиданное. Отражение в зеркале вдруг поднялось во весь рост и поманило ее рукой. Марина изумленно посмотрела на свои руки, которые спокойно продолжали лежать у нее на коленях. Потом опять на свое отражение. Зеркальная Марина продолжала махать рукой, как будто говорила. «Иди сюда! Скорее!» Девочка поднялась, сделала шаг навстречу зеркалу и оказалась во дворе своего дома. Только он был какой-то не такой, как всегда. Пустой и тихий. Пустовали даже скамейки, на которых обычно сидели старушки. И песочницы, всегда заполненные детьми. «Ничего не понимаю», – удивилась Марина. «Может, я сплю?» Она ущипнула себя, но все осталось по-прежнему. Тогда Марина решила вернуться домой. Она поднялась по лестнице и позвонила в свою квартиру. Раздались шаги, дверь распахнулась. И Марина не поверила своим глазам. Перед ней стояла она сама. «Что тебе надо?» – призрительно спросила копия. «Это мой дом. Я здесь живу», – ответила Марина. «Ничего подобного! Это я, Марина!» – гордо заявила копия. «Убирайся отсюда! Мне никто не нужен!» И дверь захлопнулась. Марина чуть не заплакала от обиды. Она позвонила к соседям, но дверь снова открыла копия с ехидной улыбкой. «Ты еще здесь? Перестань меня отвлекать!» «Но куда же мне деться? Это меня не касается!» Марина бросилась звонить во все квартиры подряд. И всюду ей отвечала надменная копия. «Мне никто не нужен! Уходи!» «Ну и оставайся перед своим зеркалом!» – крикнула Марина в сердцах. Она села на ступеньки и задумалась. «Какая злая эта копия!» «Но ведь она – это я!» «Значит, я такая вреднючая!» У Марины потекли из глаз слезы. И как только она заплакала, что-то изменилось. Подняв голову, Марина увидела, что она снова сидит у себя в комнате. Из зеркала на нее смотрела копия зазнайка. «Нет, я не такая!» – сказала Марина. И у ее отражения на глазах тоже появились слезы. «Мариночка! У тебя все в порядке?» – раздался встревоженный голос мамы. «Мамочка! Я больше никогда не буду такой врединой! Я тебя так люблю!» – закричала девочка и бросилась к маме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова